Мы с вами во 2-м послании к Тимофею в 4-й главе. И, во-первых, я, конечно, очень рад, что мы с вами вместе собираемся во имя Иисуса. Чтобы открывать Библию. И те события, которые описываются, они происходят в конце жизни апостола Павла. Что бы вы написали, если бы вы писали последнее письмо своему другу? Павел пишет письмо Тимофею. Тимофей является пастором в Ефесе. Также Тимофей является лучшим другом Павла. И во 2-м Тимофею в 4-й главе Павел пишет о своих друзьях, а также и о своих неприятелях. И в конце жизни это то, о чем мы думаем. Кто мои друзья? Кто был верен мне? С кем я имею общение? Мы с вами следовали за Христом вместе. И во 2-м Тимофея 4-й главе Павел хотел, чтобы Тимофей пришел к нему как можно быстрее. Для Тимофея, чтобы приехать в Рим, понадобилось бы от 1 до 3 месяцев. И может быть Павел уже и умрет, прежде чем придет Тимофей. Итак, Павел говорит в 9-м стихе Тимофею, постарайся прийти скоро. Затем он описывает его ситуацию. И, конечно же, самое важное, что описывает здесь он в этом отрывке, это верность друзей. И в послании к филиппийцам во 2-й главе Павел пишет, что у меня нет таких друзей, единомышленников, как Тимофей. Павел мог видеть эту верность, которая была у Тимофея. Верность очень важна. Верность является основанием нашего взаимоотношения. Что Бог верен нам. И мы можем быть верными друг другу. Давайте помолимся. Господь, мы молимся, чтобы Ты благословил это занятие. Обучай нас. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Очень хорошо. Итак, 2-й Тимофею, 4-я глава, 9-й стих. Постарайся прийти ко мне скоро. Ибо Димас оставил меня. Мы много не знаем о Димасе, но его имя упоминается в послании к Колоссянам в 4-й главе. Он был спутником Павла в его путешествии. И он был одним из этих спутников. Затем мы читаем здесь, что он оставил Павла. И выглядит так, что у Димаса появились другие возможности. И вполне возможно, он не был глубоким христианином. Написано, что он возлюбил нынешний век. Нас интересует, а что это означает? Принятие со стороны мира и мира к себе. Может быть, он возлюбил возможности, которые предлагались в мире. Во 2-й главе 1-го Иоанна написано, что если мы любим мир, то любви Отче нет в нас. Интересно, а что же Димас видел в мире, что он полюбил? Возможно, важных людей в мире. Возможно, успех. Возможно, защищенность. Возможно, покой. Потому что, когда мы с вами христиане, то кажется, что мир не любит нас, и он против нас. В Евангелии от Иоанна в 15-й главе Иисус говорит, «Если мир ненавидел меня, он будет ненавидеть и вас». И такое происходит. И Димас мог посмотреть и наблюдать за Павлом и говорить, «Этот человек мой лидер, и он в тюрьме». И он мог, глядя на это, думать, что я не хочу ассоциироваться с ним, я не хочу быть в тюрьме, мне не нужна такая жизнь. Поэтому так важно, чтобы у нас была глубокая жизнь. Чтобы это была удовлетворяющая нас жизнь. И Христос сказал, «Ешьте этот хлеб, и вы не будете снова голодать». Чтобы иметь Божий покой. И праведность Бога. Но он говорит, что «Димас оставил меня». И отсюда не вызывает и удивление, что Павел хотел, чтобы Тимофей пришел как можно быстрее. Затем в 10 стихе говорится, «Крис Кент ушел в Галатию». Тит ушел в Далматию. Мы мало знаем, или вообще ничего не знаем о Крис Кенте, который поехал в Галатию. Что касается Тита, он поехал в Далматию, где находится современная Югославия. И он пошел или же в Черногорию, или в Албанию. Помните, как Павел написал Титу в своем послании? И из этого послания к Титу мы понимаем, что Тит был сильным человеком, хорошим и нацеленным, сосредоточенным лидером. И также здесь упоминается имя Луки. Один Лука со мною. Лука был близким другом Павла. В Колоссяном 4, 3 стих. Лука следовал с Павлом в его миссионерских путешествиях. А также во время первого заключения в тюрьму Павла. В Колоссяном 4, 14, 24 стих. Итак, он говорит, один Лука со мною. Одиннадцатый стих Марка возьми и приведи с собою. Деяние 15, 36 стих. Прошла сильная размолвка между Павлом и Варнавой из-за Марка. Потому что в первом миссионерском путешествии Марк не повел себя как хороший миссионер. И рассуждая о втором путешествии, Павел не захотел брать его с собою. Но здесь, в конце жизни Павла, он просит Тимофея, чтобы Тимофей взял с собою Марка. И иногда это имя упоминается в двойном имени Иоанн Марк. И он говорит об этой личности Марке, Иоанне Марке. Он мне нужен для служения. Он полезен для служения. Мне нравится эта фраза. Он полезен для служения. Молитвы людей полезны. Отношения людей полезны. Также слова людей полезны. Вера людей полезна. Слушание людей полезна. И он ходил по улицам и разговаривал с людьми, и это было полезно. Когда люди молятся за больных, это полезно. Использование трактатов на улицах, это полезно. Делиться своей верой – это полезно. Итак, возьми с собою Иоанна Марка и приведи его. Он мне нужен. Он полезен. Он сможет ободрять меня. Он может молиться за меня. Мы можем разговаривать друг с другом и вместе. Марка, возьми и приведи с собою. Приходи. Затем двенадцатый стих. Тихий-ка я послал в Ефес. Интересно, правда? Павел все время думает о миссиях. Иисус использует Павла, чтобы тот посылал миссионеров. Иисус использует для того, чтобы пасторы рассылались, проповедники, миссионеры рассылались повсюду. Об этом говорится в книге Деяний, двадцатый четвертый стих. И также в послании к Ефесианам, шестая глава, двадцать первый стих. Вполне возможно, Тихий-ка заместит в Ефесе Тимофея. Другими словами, Тихий-ка был еще один ученик Павла. Интересно, правда, что эти имена приводятся в Библии? Они люди такие же, как вы и я. Они люди веры. Их обучал Павел. Они изучали доктрины. Они изучали, как служить людям. Они обучались, как брать крест и следовать за Христом. Некоторые из них были глубокими в их вере. Затем говорится в тринадцатом стихе. Он упоминает здесь еще одного человека, его звать Карп. «Когда пойдешь, принеси филонь, плащ, который я оставил в Троаде у Карпа». Этот одеяние, плащ, может быть потому, что грядет зимнее время. И Павлу это нужно было для того, чтобы сохранять тепло. Но очень мало написано и известно о Карпе как человеке. И интересно, правда, сколько людей здесь по имени упоминаются. Я вижу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Он седьмой. Он седьмой. Карп – это седьмой человек. Семь человек, и Карп – седьмой. «И чтобы Карп привез филонь, плащ». «Чтобы Тимофей привез плащ, а потом говорится о Карпе». Знаете, однажды мы были в Италии и смотрели, видели то место, где Павел находился как заключенный. И эту тюрьму называли Мератинская. И она была сделана из камня. И можно было представить, что там, находясь, конечно же, человек будет испытывать холод. Павел находился в тюрьме два раза. Первый раз он находился в снимаемом, арендуемом доме. И из того места он написал свои послания к Ефесянам, Колоссянам и из того места. Да, сейчас он был в… Тогда был в период, я не знаю, восемь лет, в период времени, между тем импризом, тогда он был свободен, и он путешествовал, и делал миссионные работы, и тогда он был разорвлен. И теперь он в его втором импризом, и он был в високе. После того первого заключения прошло семь-восемь лет. Его после первого заключения отпустили. Он продолжал работать. И вот это уже второй раз его арестовали, и он находится в тюрьме. И вот здесь, в этой тюрьме, он пишет свое последнее послание. Он упоминает своих друзей и своих учеников. Итак, у нас здесь перечисляются семь имен. И когда упоминается это имя Карпа, также говорится и о том, что Тимофей, когда он придет к апостолу Павлу, взял книги с собой, особенно кожаные. Это были книги, но мы не знаем, какие это книги были. Пергамент – это Писание. То есть, мы точно так же могли бы сказать, как и Павел говорит, особенно Писание. Это стих тринадцатый. Теперь четырнадцатый стих. Александр. 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 Александр – медник. Это обозначает работник по металлам. И Александр – это было распространенное имя. Мы не знаем, какой из Александров это. Но он стал врагом. Мы видим Александра в девятнадцатой главе Деяний, тридцать третий стих. Также упоминается еретик Александр. Это первая Тимофея, первая глава, двадцатый стих. И здесь Павел говорит, что этот Александр Медник много сделал мне зла. Почему Павел говорит так? Чтобы предупредить Тимофея. И практически это обозначает, что Александр сделал мне много зла, и он может сделать тебе зло. Иногда мы должны действовать таким образом и предупреждать друг друга о злом человеке и злых людях. Мы наблюдаем это в послании к Титу, в третьей главе. Мы должны быть также очень мудры в отношении злых людей, которые могут нанести много вреда церкви. Как? Как это делать? Вполне возможно, мы можем позвонить или нам идет звонок. Давай выпьем кофе и поговорим. Но эти злые люди имеют совершенно злое направление и собираются сделать это. Они могут обвинять и клеветать на людей в церкви. Они могут захотеть посплетничать о людях. Не слушайте их. Не слушайте сплетни. Не слушайте обвинений против брата. Написано, что дьявол клевещет на братьев и день и ночь. Откровение 12 глава. Они сплетают ковер заговора против людей, против церкви. И вполне возможно, у кого-то программа такая, чтобы разрушить церковь и уничтожить пастора. 14 стих. Мы здесь наблюдаем, что Павел не берет в свои руки отмщение, но он передает это Господу, чтобы Господь сделал по делам его. Вы можете прочитать Псалом 61, 13 стих. А также послание к римлянам, 12-19 стих. Господь воздаст ему. Ни в коем случае не берите на себя отмщение своим врагам. Пожалуйста, скажем, давайте друг другу это. Не берите отмщение против друг друга. Не берите в свои руки отмщение против вашего брата. Не обвиняйте братьев. Но обучайтесь служить. Обучайтесь прощать. Обучайтесь любить. Александр Медник много сделал мне зла, но Господь воздаст ему. Пятнадцатый стих. Берегись его и ты. То есть нам нужно беречься от тех людей, которые приносят разлады. Притча шестая глава. Сеять раздор. Мы должны понимать, кто они такие. Потому что они разделяют тело, сея раздор. Такое происходило в прошлом. И это будет происходить снова. Пятнадцатый стих. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. И это все, что мне нужно знать, что они сопротивлялись слову Бога. Они не смиренны. Они не слушают. Они не способны воспринимать учения. Они сопротивляются Богу. И сопротивляются слову. Шестнадцатый стих. При первом моем ответе это было в Риме, когда проходил судебный процесс. Предпроцесс «Никого не было со мною». То есть это происходило именно в то время, когда он пишет это письмо. накануне, может быть, что он держал ответ и у него не было защитников. То есть я могу использовать кого-то, кто сопутствовал и содействовал бы моей защите и был вместе со мною в зале суда, но там не было ни одного человека с ним. Такое может происходить, что никто не находится рядом со мною. Где же все? Куда все ушли? Почему все молчат? Потому что это было время умножающегося преследования христиан. Это было также первое время, когда Нерон объявил преследование христиан и пытали, преследовали за их веру. Итак, прошло первое преследование, затем наступила пауза, Павла арестовали и вот теперь рядом с ним никого нет. И он говорит, да не вмениться им. Он прощает их. Он не имеет к ним претензий. А кто же был с ним? Был Лука в 11 стихе? Да. Почему же Лука не встал с Павлом? Может быть, его там не было. Может быть, он был. Но Павел простил его. Возможно, давление было слишком большое. И затем Павел говорит, но Господь же предстал мне. В 17 стихе. И он укрепил меня. И факт в том, что Господь был с Павлом и его благодать была на Павле. И это называется «благодать на умирание». Вы знаете, что когда вы находитесь в тяжелом положении, трудной ситуации, Бог может дать вам слова. Что Бог может вас утешить. Что Бог может укрепить вас. Вы знаете, что вы можете чувствовать это присутствие Бога, когда рядом находятся ваши враги, а вы чувствуете присутствие Бога. Вы знаете, что Бог может привести врагов в замешательство. Знаете ли вы, что Бог может дать вам великую благодать. Что Бог может помазать вас, а также и утешить вас. Помните случай, когда Иисус предстал перед Пилатом и он был такой уверенный, такой последовательный. И все было так, что это не Иисус был под преследованием, а Понтий Пилат. И вполне возможно, что вы посланы в этот мир, чтобы предстать перед людьми и Бог будет вас помазывать, чтобы вы достучались до сознания людей. Потому что 200 лет спустя, после описываемых событий, Римская империя стала христианской империей. Да, так и есть. Вы даже не знаете, в чем вы участвуете и участник чего, когда вы стоите с Богом. И вот в 17 стихе он говорит, Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. Интересно, о чем проповедовал Павел в том зале заседаний суда? Что он говорил? У нас есть записанная его проповедь в Деяниях 13 главе. Мы также знаем, что он говорил на Марсовом поле или же о горе в 17 главе о Деяниях. Мы также имеем записанные его проповеди слова, с которыми он обращался к Феликсу, к Фесту и царю Агриппе. А вот теперь он предстал и говорит перед судом. Возможно, он говорил о евреях, о пророках, о Писаниях, о Мессии, о воскресении, о победе над смертью. Может быть, он говорил о грядущем царстве? И в любом случае мы знаем, что у него была авторитетность и сила Бога с ним. Потому что он говорит, что это благовестие было полностью сказано. И это обозначает, что и потерянность человека, и благодать Бога. И это обозначает, что проповедь была и для евреев, и для язычников. Я уверен, что он говорил о крови Иисуса, которая полностью очищает от наших грехов. И в конце 17 стиха он говорит, и я избавился из львиных челюстей. И это последняя часть на сегодняшний день. И я избавился от льви из львиных челюстей. Я думаю, что здесь два значения. Дьявол называется львом. И дьяволу хотелось бы пожрать Павла. 1 Петра, 5 глава. 8 стих. Итак, львиные челюсти, это обозначает дьявол. 2-ое значение, это действие животное, физическое животное, львом. А второе значение, это буквально животное, которое называется львом. Враги Рима бывали скормленными в Колизее львами или львом. И Павел говорит, что меня не стали бросать львом. Я так не умру. И вполне возможно, это не произошло из-за того, что у него было римское гражданство. И это было бы слишком неправильно по отношению к этому статусу. И его обезглавили. Но ему совершенно четко и понятно, что он умрет. Конец приближается. Но он также хочет сказать нечто хорошее по этому поводу. Что дьявол, это дьявол, и ему хотелось бы, чтобы смерть произошла таким образом. Но он не может это сделать, и Бог позволяет мне умереть вот таким образом. И он знает, что с ним все уже заканчивается. И он сделал свое усилие, завершил свое поприще. Он был избавлен от такого окончания своей жизни, как львиные челюсти. И он будет также избавлен из этого мира. И говорит он в 18 стихе. И избавит меня Господь от всякого злого дела. Аминь. 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 Аминь.